Добрый день, уважаемые журналисты! Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Добрый день, уважаемые жители Ахмолинской области! Я хочу ознакомить вас с текущей эпидемиологической ситуацией по нашей области. В преддверии эпидемиологического сезона подъема вирусных инфекций хотелось поговорить о гриппе. Вообще, сезон начинается с 1 октября до 1 мая. И в этот период идет ежедневный учет, регистрация заболеваемости УРВИ и гриппом. Проводится дифференциальная диагностика между УРВИ и гриппом. Проводится лабораторное обследование на грипп. В предыдущий эпидемиологический сезон, то есть с 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года было зарегистрировано 67 тысяч случаев УРВИ. Среди детей до 14 лет 24 тысячи случаев или 36%. Зарегистрировано было 3 случая гриппа. Мы за 38-ю неделю проводили мониторинг. За прошедшую неделю зарегистрировано 1299 случаев УРВИ. Заболеваемость на 100 тысяч населения составила 174,6. В сравнении с прошлым годом отмечается рост в 1,7 раз. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 726 случаев. С 15 сентября стартовала вакцинация против УРВИ и гриппа. Сегодня уже у нас привито 4 тысячи человек. Ежегодно за счет бюджетных средств производится закуп вакцины. В прошлом году было закуплено 87 тысяч доз. В этом году 73 тысячи дозы. Для создания необходимой иммунной прослойки необходимо охватить вакцинации не менее 10%. Вакцина Гриппол Плюс, которая применяется успешно в течение последних 5 лет, на территории Казахстана и Агнулинской области показала свою эффективность. Каких-либо осложнений после вакцинации не зарегистрировано. Вакцинации подлежат группа с высоким риском. То есть это лица старше 60 лет, дети дошкольного возраста, школьники, лица с хроническими заболеваниями, имеющие в своем анамнезе сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания, хронические заболевания почек, диабет и другие хронические заболевания. Вакцинация проводится в поликлиниках, также прививочные бригады выезжают в организованные коллективы, также, как и при других вакцинах, подписывается информированное согласие и проводится наблюдение в течение 30 минут после получения вакцины. Противопоказаниями к применению вакцины являются аллергические реакции на куриный белок, компоненты вакцины, острые лихорадящие состояния, нетяжелые ОРВИ, кишечные инфекции, совмещаются с различными видами профилактических прививок, за исключением вакцины ВЦЖ против туберкулеза. Вакцина вводится в разные участки тела, разными шприцами. Если иммунолигические препараты не вводились в один и тот же день, соблюдается интервал между живыми вакцинами не менее 4 недель. Интервал между вакциной против гриппа и вакциной против КВИ составляет не менее 2 недель. Поэтому, пожалуйста, на сегодня вакцина имеется, и если вы относитесь к группе высокого риска, вы можете получить прививку. По ситуации с коронавирусной инфекцией, на сегодня ситуация стабилизировалась. За последние сутки было зарегистрировано 35 случаев. К сожалению, это был наибольший показатель по республике. Зарегистрированы случаи в городе Кокшетау-13, Бурабайском-10, Тепногорске-3, Жаксынском-Сандыктаусском районе по два случая, в остальных районах по одному случаю. На сегодня отмечается снижение заболеваемости в 1,4 раза по сравнению с предыдущей неделей. Занятость коечного фонда составляет 6%. На сегодня госпитализировано 9 человек всего. Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Необходимый процент, не менее 60% охвата первым компонентом, к сожалению, мы еще не достигли. У нас охват составляет 49,5%. Проводится ревакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня охват составляет 64,8%. По республике данный процесс составляет 71%. Низкие показатели по городу Кокши. Косши это 45%, Бурабайский район 57%, Степногорск 55%, Город Кокштау 67%. Продолжается проведение повторной ревакцинации. Охвачено 42 тысячи человек. Выполнение охвата составляет 90%, При республиканском показателе 65%. Вакцинация проводится на сегодня для детей старше 12 лет с вакциной Pfizer. И также беременные и кормящие женщины прививаются вакциной Pfizer. Остальной контингент прививается вакциной Verocell, которая имеется в достаточном количестве. Прививочные пункты работают и в рабочие, и в выходные дни. Поэтому можете привиться. И также можно вызвать прививочную бригаду к себе на предприятие. И вот с учетом наступления сезона вирусных инфекций, мы видим, что за прошедшие два года, что именно в октябре, во второй половине октября отмечается рост коронавирусной инфекции. Чтобы не допустить этого, необходимы те, кто еще не получил первый компонент, третий компонент и четвертую дозу. Кому по группе высокого риска, то необходимо получить. И также нужно посмотреть, кто не получил свое время. Второй компонент тоже привится. Каких-либо серьезных осложнений зарегистрировано не было, были только ожидаемые реакции. И хотелось бы остановиться на организации производственного контроля. Сейчас объекты, подлежащие санэпидконтролю, делятся на объекты высокой эпидзначимости и на объекты незначительной эпидзначимости. Существенно сократилась кратность проведения проверок объектов. И для того, чтобы обеспечивался контроль за состоянием объектов, за качеством продукции, которую они выпускают, предприятия должны организовывать производственный контроль. Данное требование регламентируется пунктом 4 статьи 90 Кодекса о здоровье населения и также санитарно-эпидемиологическими требованиями к осуществлению производственного контроля, согласно которым все предприниматели, физические и юридические лица должны осуществлять производственный контроль. В данных санитарных правилах утверждена необходимая кратность, объем исследований. Это рекомендуемо. И здесь сами субъекты хозяйствующие, они могут или увеличить этот объем при необходимости. У нас на контроле состоит 7 640 объектов, из них 2760 – это высокой предзначимости, и 4880 – это незначительной предзначимости. Организация производственного контроля может производиться в производственных лабораториях, которые имеются при предприятиях, а также могут осуществлять на договорной основе с аккредитованными лабораториями. У нас на сегодня функционируют те лаборатории, которые проводят производственный контроль. Это лаборатории национального центра экспертизы. И также при столичные районы могут проводить экспертизу в филиале национального центра города Нур-Султан. И также у нас есть ТО «Эйко-Люкс», которые в Степногорске имеют необходимые документы на проведение лабораторных исследований. Хотелось бы вкратце остановиться на результатах производственного контроля. Когда мы оцениваем состояние объекта, мы оцениваем и лабораторные исследования, которые были отобраны во время проверок по особому порядку, а также при проверках при производственном контроле. По объектам водоснабжения на сегодня охват производственным контролем составляет 74,8%. Однако 96% объектов остаются неохваченными. Наибольшее количество – это и Лименталском, и Жексинском районе, и также и Сильском районе. В рамках производственного контроля было исследовано 18 тысяч проб водопроводной воды на санитарно-микробиологические показатели. Из них почти 3 тысячи не соответствовало. И удельный вес несоответствия состава 16%. Превышение данного показателя отмечается в Исильском, Жаркаинском районе, в городе Хакштау, Зерендинском районе, Жертагинском районе. По санитарно-химическим показателям процент несоответствия состава 19% и превышается в городе Хакштау, Зерендинском, Шертагинском, Исильском районах. Несмотря на заключенные договора, не проводился производственный контроль по объектам водоснажения в Ременталском и Жексынском районах По всем несоответствующим пробам нас в лаборатории информируют И предприятия должны проводить комплекс мероприятий по устранению нарушений, выяснению причин несоответствия В рамках производственного контроля разрабатывается план мероприятий, где предусмотрены все планы мероприятий, алгоритмы действия по приведению соответствия По объектам образования у нас практически все школы охвачены производственным контролем За исключением пяти школ, это одна школа в Буландинском районе, две школы в Кургалжинском районе и одна в Шутандинском районе По детским и дошкольным организациям также охват составляет 86%, 37 объектов или 14% остаются неохвачеными И наибольшее количество, это 3-4 объекта по городу Кокшитау По пищеблокам у нас 3 остаются неохваченными Нами постоянно проводится разъяснительная работа с предпринимателем Совместно с учреждениями образования проводятся семинары, даются рекомендации При проведении проверок по особому порядку, в случае, если предприятие не заключило производственный контроль То привлекается к административному штрафу по ст. 425 Административного кодекса Хуже состоит ситуация по объектам гигиены питания Или это общепит, предприятие пищевой промышленности Совместно с палатой Адамикет на постоянной основе мы проводим также разъяснительную работу Проводим семинары Но, к сожалению, охват производственным контролем предприятия общепита составляет всего 31% По промышленным объектам охват составляет 3% Из 1200 объектов заключили только 40 объектов И по результатам производственного контроля было исследовано 22 тысячи исследований проведено в рамках производственного контроля Из них не соответствовало 146 замеров Это менее 1% По всем фактам проводятся предприятиями комплекс мероприятий по приведению соответствия По объектам здравоохранения здесь также осуществляется производственный контроль И в рамках производственного контроля на объектах здравоохранения было обследовано 3847 человек, медработников И у 73-х было выявлено носительство золотистого стафилокока Все были просанированы, проведены комплекс мероприятий Также в рамках производственного контроля исследуются дезинфицирующиеся средства Пробы на стерильность Также исследуется воздух С объектов внешней среды С мылой берутся И было выявлено несоответствующих проб дезрастворов 61 или 6,5% Если сравнивать в динамике по сравнению с 2021 годом То по медорганизациям объем проводимого производственного контроля увеличился в 1,6 раз И отмечается снижение носительства золотистого стафилокока с 11 до 2% И бактериальная частота воздуха в 2 раза практически снизилась Дезрастворы с 13 до 6,5% И стерильный материал также в 2 раза снизился И это подтверждает, что производственный контроль необходим И предприятие тем самым осуществляет самоконтроль И это гарантирует безопасность для посещения населением этих данных объектов У меня все Есть вопросы? Сырактары у нас был мысак